Стереотипы на любовь в обществе В обществе на вопрос, что есть любовь, можно услышать следующие ответы. Чувство, романтика, привязанность или зависимость, биохимия, страсть или сексуальное действие, взаимоуважение, терпимость, любовь зла, муки и страдания, состояние жертвенности. Предлагаем разобраться, почему люди, а точнее их психика, так описывает любовь. Чувство Чувство – это реакция нашего организма на входящую информацию. В мире известно 7 видов чувств. 5 чувств – это взаимодействие нашего тела с окружающей средой через слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Оставшиеся два чувства – это чувство совести или стыда и чувство меры, а равно божьего предопределения бытия. Как вы думаете, какое из чувств или совокупность чувств подсказывают, что вы любите? Чувство – это измеритель состояния вашей души, как термометр, измеритель температуры вашего тела. Романтика Это легко и ветрено в представлениях людей и завязано на некоем мимолетном разовом состоянии в жизни, не имеющем постоянства. Какие ассоциации у вас возникают и для чего нужна любовь в этом состоянии? Привязанность или зависимость Она бывает эмоциональной или физиологической, иногда встречается информационная. Зачастую это люди несамодостаточные или зависимые от других людей и обстоятельств. Как вы думаете, что привязывает и объединяет этих людей в начале отношений? Может это инстинктивные связи и взаимодействия, привычки и интеллектуальные процессы, без чего не может один из двух или друг без друга? Биохимия Точнее, подготовка организма к процессу размножения. Активизируется после полового созревания. Многие путают этот процесс с любовью и идут у него на поводу. Что же происходит с парами, когда появляются дети? Остается ли что-то общее, кроме инстинктивных привязанностей к ребенку? Не перепутали ли они любовь с инстинктом размножения? Страсть или секс Как эмоциональная половая разрядка, страсть слепая и бездумна, не видит, не слышит, не рассуждает, а удовлетворяет похоть, вплоть до разврата. Это есть заболевание души за наши порочные ошибки. Что же стало причиной заболевания нашей души? И не поддались ли мы порочному соблазну противоестественной жизни, затмившей совесть и наш разум? Не прячемся ли мы от стыда таким оправданием, обвиняя во всем любовь? Не есть ли это симптом безволия и одержимости получения сиюминутных удовольствий в инстинктивной разрядке? Любовь зла Зачастую продолжается фраза, что полюбишь и козла. Почему люди сравнивают отношения с животным? Что связывает двух людей, которые недовольны друг другом и сравнивают своего спутника с животным? Может ли инстинктивная связь быть основополагающей в отношениях между двумя людьми? Муки, страдания – это следствие наших ошибочных действий в разных ситуациях взаимоотношений, так называемой любви. Может ли это быть одним из проявлений чувства стыда, которую мы отрицаем? Каждый из людей интерпретирует свое состояние согласно тому, что доминирует в его психике, а именно инстинкты, привычки, разум или интуиция. Такие стереотипы на слово «любовь», как взаимоуважение, терпимость и жертвенность, мы рассмотрим в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok